Итак, друзья, презентация компании Skyway Capital, и дальше мы с вами говорим уже немножко об истории и переходим непосредственно к инвестиционным предложениям, которые делает компания Skyway Capital на рынке инвестиций, на финансовом рынке. Поэтому я вас покидаю ненадолгое время, а потом вы еще, кстати, напишите в чате хороший ли ролик, интересный ли, и нравится ли формат донесения информации. Это, наверное, больше в конце нашей презентации. То есть мы хотели бы получить обратную связь. Немного осталось людей, которые бы совсем не слышали о Skyway. Однако даже те, кто что-то знает, полагают, что это нечто далекое, фантастическое, не имеющее лично к ним никакого отношения. Мы расскажем о технологии Skyway и ее применении, чтобы всем стало ясно, что это дело касается каждого из нас. Что же такое Skyway? Это проект транспортной системы, основанной на применении рельсов особой конструкции, располагающихся над землей. По сути, это похоже на метро, только не подземное, а надземное. Именно такое решение позволит качественно решить проблему перемещения людей и грузов по всей планете. Существующая транспортная система – это самое опасное изобретение за всю историю. Она убивает человека, разрушает почву, загрязняет воздух тяжелыми металлами и ядовитыми веществами. Поднятие путевой структуры над поверхностью Земли исключит столкновение подвижного состава с различными помехами и живыми существами и позволит обеспечить максимальный землеотвод под дорожную инфраструктуру. Транснет станет не только транспортной, но и коммуникационной сетью, по которой эффективно, безопасно и экологично будут перемещаться пассажиры, грузы, энергия и информация. Поэтому сеть Транснет будет настолько эффективной, что способна будет окупить свое создание уже только за счет своей многофункциональности. Струнный транспорт полностью разрабатывается в соответствии с требованиями стандартами ООН, ЕС и Российской Федерации. И Министерство транспорта Российской Федерации признало технологию струнного транспорта юнитского инновационной, перспективной и поручило совместно с отраслевым центром импортозамещающих технологий на транспорте приступить к тестированию. Создателем струнной технологии, положенной в основу SkyWay, является ученый-изобретатель Юницкий Анатолий Эдуардович. Почти 40 лет он работал самостоятельно. Но для проведения тщательных конструкторских расчетов и ускорения работы над проектом, на базе группы компаний SkyWay было создано одноименное проектно-конструкторское предприятие. Сегодня здесь работает около 170 конструкторов, дизайнеров, архитекторов, и штат предприятия постоянно увеличивается. Разработано 4 вида транспорта – легкий, городской, грузовой и высокоскоростной. Городской SkyWay комплекс – это рельсо-струнная транспортная городская эстакада, юнибус, транспортная инфраструктура, включающая пассажирские станции. Пассажирский транспорт может быть навесной и подвесной. Высокоскоростной SkyWay комплекс – это высокоскоростная междугородняя рельсо-струнная транспортная эстакада, высокоскоростной междугородний подвижной состав на стальных колесах и транспортная инфраструктура, включающая пассажирские станции. Грузовой SkyWay комплекс – это рельсо-струнная транспортная эстакада. Грузовой подвижной состав Юникар и инфраструктура включающая автоматизированные погрузочные и разгрузочные терминалы. Может быть подвесным и навесным. Легкий транспорт Unibike – минимизированное подвесное колесное транспортное средство на стальных колесах с возможностью движения от мускульной силы пассажиров в дополнение к бортовым и внешним источникам энергии. Первостепенной задачей для всех нас является завершение строительства демонстрационно-испытательного комплекса технологии Skyway «Экотехнопарка» и осуществить сертификацию. «Экотехнопарк» – действующий промышленный образец технологии Skyway. В нем будут представлены тестовые участки трех видов транспортно-инфраструктурных комплексов. В конце 2016 года в Берлине прошла международная ярмарка транспортной техники и транспортных систем Innotrans, участником которой являлась наша компания. На выставке были представлены два промышленных образца подвижного состава Skyway, Unibus и Unibike. Также на нашем стенде можно было увидеть мотор-колесо и охранный модуль, который предоставляется потребителю в составе интеллектуального ограждения. Уникальные экспонаты вызвали большой интерес как у профессионалов в сфере транспорта, так и у обычных посетителей выставки. Выставочный стенд Skyway стал одним из самых популярных на выставке Innotrans 2016 и вошел в топ 60 самых посещаемых из 4000 стендов. По общему мнению специалистов из разных стран, все представленные технологии являются инновационными, уникальными. По мнению Криса Принципи, американского финансового эксперта и владельца журналов Financial IT и FinFuture, технология Skyway может стать своеобразным интернетом транспортной сферы, соединив в себе не только передовые инженерные наработки, но и важные инструменты влияния на социальную сферу. Улучшение финансового положения граждан за счет снижения стоимости грузовых и пассажирских перевозок. Выставка Innotrans 2016 ознаменовалась рядом важных встреч, в ходе которых о желании сотрудничать заявили представители сразу нескольких крупных компаний, работающих на рынке транспортных услуг. По словам заместителя генерального директора по развитию Skyway Виктора Бабурина, заинтересованность проявили представители индийской железной дороги, делегации из Катара, Германии, Филиппин и других стран. По итогам выставки можно с полной уверенностью заявить, что транспортный мир принял небесные дороги Юницкого, и в скором времени дороги Skyway начнут строиться по всему миру. Многие мировые организации отметили новизну решений и обоснованную пользу струнного транспорта. Технологии уже заинтересовались многие российские, иностранные корпорации, чиновники, предприниматели, крупные инвесторы, финансовые группы, фонды, государства. На данный момент компания получила более 20 предзаказов из разных уголков планеты. Одними из первопроходцев в этой области стали австралийцы. Строительство 500-метрового участка трассы будет осуществлено на территории университета Флиндерс в городе Аделаида под руководством Рода Хука, экс-главы департамента транспорта и руководителя компании RHA. Для вывода технологий на мировой рынок было принято решение о финансировании проекта методом краунд-инвестинга. Для этого были созданы инвестиционные фонды и компании, специальные платформы, одной из которых является компания Skyway Capital, которая также привлекает средства инвесторов. При этом каждый инвестор компании автоматически становится ее акционером-совладельцем, приобретая собственную долю в компании с большим дисконтом. Для реализации проекта Skyway работа была разбита на 15 этапов, от создания проектной документации до демонстрации заказчикам тестовых экземпляров. Был рассчитан необходимое количество акций, трансфер которых покроет затраты на реализацию каждого этапа. Чем выше порядковый номер этапа, тем ниже размер дисконта, с которым можно получить долю компании. Так как выполнение каждого последующего этапа увеличивает рыночную стоимость технологии, снижает риски и, соответственно, уменьшает размер венчурной премии бонуса за риск, чем по своей сути является дисконт. Всего людей, принимающих участие в проекте Skyway, более 300 тысяч человек. Присоединяйтесь и вы, станьте причастным к крупнейшей транспортной корпорации, технологии которой вскоре изменят мир к лучшему. Это важно для каждого. Итак, друзья, вот такой ролик, который рассказывает о том, что из себя представляет компания Skyway Capital, и, по сути дела, показано, что из себя представляет технология струнного транспорта, либо технология Skyway, как мы называем сейчас. Сейчас у нас идет четвертый этап развития технологии, если говорить об истории развития компании. Мы находимся на четвертом этапе, у нас сегодня 2016 год, а до этого был долгий период, в течение 39 лет, который, скажем так, Анатолий Эдуардович занимался разработкой своей технологии, внедрением своих ноу-хау. И мы сегодня пришли к тому, что на территории Республики Беларусь, как вы видели в ролике, у нас сегодня идет строительство эко-технопарка, центра демонстрации, сертификации Skyway, где этой осенью уже будет представлена действующая городская трасса Skyway, где люди смогут увидеть действующее транспортное средство, и легкая трасса, которая называется у нас Юнибайки. Что же было до этого? Как я уже говорил, с конца 70-х годов, в 1977 году, стала развиваться сама идея струнного транспорта на базе идеи внеракетного освоения космоса. Первый этап развития технологий был до середины 90-х. Это первое заявление на изобретение, грант Советского фонда мира, признание Федерации космонавтики СССР и проведение конференции на территории Республики Беларусь. Второй этап – это большое количество продувок и испытаний в аэродинамической трубе. Была своя научная школа в Питере. Это демонстрирование уже физически действующих моделей различного масштаба от 1 к 5 до 1 к 15. И это, скажем так, первый грант Организации объединенных наций был получен именно в этот период времени. Третий этап очень важный в истории компании, потому что именно на этом этапе данная технология была продемонстрирована миру. То есть у Анатолия Даровича Юдинского при содействии Александра Лебедя, в первую очередь губернатора Красноярского края на тот момент, существовал свой полигон в подмосковном городе Озеры, на котором на 170-метровую эстакаду, которая была построена по стопным технологиям, на металлических колесах взбирался ЗИУ-131, весом более 12 тонн. Именно в это время полигон посещало большое количество различных комиссий, целого ряда структур, имеющих отношение к транспортам на территории Российской Федерации. Полигон посещали международные делегации, которые увидели, как будет выглядеть транспорт недалекого будущего. На полигоне был отработан целый ряд методик, проведены испытания в разный период времени, в разных климатических условиях. Были получены экспертные оценки целого ряда институтов Российской Федерации. И именно в это время был выделен второй грант Организации объединенных наций, заключены контракты на строительство дорог в целом ряде регионов Российской Федерации. Апогеем этого периода развития стал госсовет, прошедший в Ульяновске, на котором технология была продемонстрирована президенту страны на тот момент, и был Дмитрий Медведев. К сожалению, после данного госсовета, где было дано распоряжение Минтрансу изыскать около миллиарда рублей на развитие данной технологии, полигон в подмосковном городе Озера разобрали. И именно поэтому, скажем так, Анатолий Эдуардович Юницкий, в 2013 году оценив свою интеллектуальную собственность, решил обратиться после многочисленных переговоров с чиновниками разного уровня, с бизнесменами, скажем так, разного пошиба, у которых есть много денег, очень много денег и совсем много денег. Но в итоге эти переговоры приводили в тупик. И было принято решение взять за основу базу краудинвестинга, как сказано в ролике, то есть предложить эту технологию, стать ее совладельцем обычным людям, которые проживают, в принципе, на территории всего земного шара. На выгодных условиях люди могут становиться владельцами какой-либо доли данной компании, а интеллектуальную собственность, вы слышали, оценили в 400 миллиардов с лишним долларов США. И с января 2014 года началось инвестирование в нашу компанию, то есть и сейчас на деньги физических лиц, частных инвесторов осуществляется строительство эко-технопарка и размещение заказов на целом ряде предприятий, которые выпускают необходимые конструкции, необходимые узлы, агрегаты, для того, чтобы данную технологию воплотить к жизни, и продемонстрировать на территории эко-технопарка, и сертифицировать. В ролике было сказано, что существует 15-этапный план, сегодня мы заканчиваем на 7-й этап развития, переходим на 8-й. 17 октября 2016 года в 23.55 будет осуществлен переход на 8-й этап. И изменение дисконта. Вы слышали в ролике, что степень риска вложения в нашу компанию снижается от дня к дню, соответственно, и стоимость наших долей компании возрастает. На данном слайде вы видите маленький перечень тех структур, которые давали свои экспертные оценки и заключения. Он гораздо больше, если вы зайдете на сайт и посмотрите. Это институт проблем транспорта, который один из первых, кстати, провел свою экспертную оценку, экспертизу и дал свое заключение, насколько данный транспорт экономичнее, экологичнее, безопаснее, по сравнению с теми транспортными системами, которые мы сегодня с вами используем. Это и Гострой России, Министерство экономики транспорта, Организация обмененных наций. Я думаю, вы успели прочитать то, что написано на данном слайде. 2014 год стал установочным. Именно в 2014 году, как я сказал, были привлечены первые инвестиции. В мае месяце заработало конструкторское предприятие на территории Республики Беларусь, которое сегодня насчитывает почти 200 специалистов в 15 конструкторских бюро. 2015 год стал переломным, потому что именно в 2015 году определились сначала с участком местности. Запустили, кстати, в действии в феврале компанию Skyway Capital, презентация которой сейчас идет. Был целый ряд успешных переговоров и территории Южной Америки, в обмененных Арабских Эмиратах. Переговоры закончились тем, что намечено дальнейшее взаимодействие с нашими потенциальными партнерами о применении струнного транспорта на территории Аравийского полуострова и странах Южной Америки. Далее, в сентябре месяце 22 числа состоялась аукцион на территории Республики Беларусь, на котором данную, скажем так, участок земли признали предприятием струнной технологии. 36 гектар в Минской области недалеко от города Марина Горка в Пуховичском районе были закреплены за предприятием струнной технологии, которым тоже руководит Анатолий Городович Щеницкий. В июле месяце были проведены первые работы в субботник по облагораженной территории. Это бывший танкодром, то есть танковый полигон. В конце июля начались первые изыскательские работы на территории Экотехнопарка. В августе началось уже строительство. То есть был уже первый котлован. Сейчас, скажем так, полным ходом идет строительство трех трасс. Это легкая трасса, городской трассы и грузовой трассы Skyway. Также в 2015 году состоялась процедура закладки нулевого километра в октябре. Именно в 2015 году, в сентябре, наше предприятие посетило Ротхук, экс-министр транспорта Южной Австралии, который сегодня возглавляет нашу австралийскую компанию, которая тоже упоминалась в этом ролике, который вы уже посмотрели. И очень важным мероприятием стало еще получение международного идентификационного кода ценной бумаги, так называемой А7, процедуру которой проходят все публичные компании в разных уголках земного шара, акции которых сегодня котируются на международных рынках, на международных биржах. И в ноябре руководство группы компании Skyway приняло решение перейти на новый инвестиционный продукт. Это привлечение денег, привлечение средств от частных инвесторов посредством приобретения долей нашей компании в рассрочку. И сегодня это очень успешно двигается, более 90% инвестиций приходят именно посредством рассрочек. Людям выгодно, потому что они инвестируют небольшие денежные средства и ежемесячные на выходе получают большие доли компаний и пакеты акций. А нашей компании выгодно, потому что наперед можно видеть, какие ожидаются, скажем так, приток каких денег каждый месяц, потому что рассрочка у нас есть на 8, на 9, на 10 месяцев. 16-й год. Чем он интересен? Тем, что тоже произошло огромное количество событий и продолжает происходить. В начале года Анатолий Дарович Ницкий написал письмо Медведеву, поблагодарил за то, что он обратил внимание на нашу технологию в 2009 году. Написал, что ответ на вопрос «найдете инвестиции?» мы нашли. Строим Макотехнопарк, приглашаем на территорию Белоруссии в конце этого года, лично убедиться, что мы достигли, что мы построили, как выглядит транспорт, о котором мы говорили тогда. Потом 11-го числа, вы видели в ролике, Минтранс Российской Федерации признал технологию инновационной. В марте заседание рабочей группы экспертного совета признало технологию перспективную для применения в Российской Федерации. В планах нашей компании на этот год было, как я говорил, построить три трассы. В 2017 году перейти к строительству высокоскоростной, то есть продление участка на 15 километров, чтобы продемонстрировать возможности высокоскоростного SkyWay разогнаться до 500 километров в час и успеть затормозить. Уже прошли такие мероприятия, как экофестиваль в апреле месяце на территории Республики Беларусь. И в первый день более 700 инвесторов были на территории Экотехнопарка и увидели, на что пошли их денежные средства, которые они проинвестировали, начиная с 2014 года. Что было построено на тот момент. Сейчас построено гораздо больше, я думаю, они бы не узнали территорию Экотехнопарка по сравнению с тем, что было в апреле. С 20 по 23 число прошла выставка, точнее крупный международный транспортный форум на территории Берлина, то есть в Евросоюзе. Называется «Инотранс». Раз в два года проходит этот крупный транспортный форум, там было более 2700 компаний. И в ролике тоже было сказано, что мы вошли в топ-60 наиболее посещаемых стендах на этом мероприятии. Фотографии вы сейчас видите. Состоялась выставка с 4 по 6 число, которая называется «Белорусская транспортная неделя». И она знаменовалась тем, что наш тент посетил заместитель премьер-министра Республики Беларусь, пообщался с Анатолием Горгиевичем Яницким и в принципе пообещал, мы слышали это в ролике, свою поддержку в том, чтобы походатайствовать перед президентом Республики Беларусь о выделении земли под высокоскоростной участок. И также он был приглашен на демонстрацию струнного транспорта, который состоится у нас недалеко от города Марины Горка. Это прошла выставка в Манеже вкрытом футбольном на проспекте победителей. Участвовали представители целого ряда стран. Это Австрия, Литва, Латвия, Польша, Россия, Украина, Франция, Швеция. Данные фотографии подтверждают как раз-таки то, что зам премьер-министра находился на нашем выставочном стенде. Тоже, скажем так, посещаемость была очень высокой. То есть интересовались белорусской технологией, она сейчас так называется, потому что именно как белорусская технология, она была представлена в Танзании, куда ездил Виктор Бабурин, так белорусская технология, она представлялась и на выставке и на территории Берлина. Сейчас проходит выставка под названием Белорусский энергетический экологический форум. Наша компания тоже принимает участие, и вот сегодня фактически предпоследний день участия нашей компании. Там как раз речь идет, скажем так, об экологически чистых технологиях в сфере энергетики. И наша компания тоже представлена на данном мероприятии. В принципе, буквально через минуту я вам включу ролик, который покажет то, что произошло буквально сегодня. Мельбурн. С понедельника по завтрашний день в городе Мельбурне проходит крупный международный форум, который называется «Интеллектуальные транспортные системы». Все, что связано с миром транспорта и эти технологии, которые, скажем так, работают в транспортной отрасли, все это представлено в Мельбурне. Это очень крупный форум, который тоже проходит, если не ошибаюсь, раз в два года. В этот раз честь выпала провести данный форум австралийцам. И вот нашу компанию на территории Австралии сегодня представляет компания «Аурком», которая взялась, скажем так, тесно сотрудничать с нами и будет сопровождать внедрение нашей технологии на территорию австралийского континента. Специалисты данной компании вместе с Родом Хуком приезжали в июне месяца этого года к нам в Минск, тоже убедились в том, что проделан этот момент, удивились тому, что Беларусь, например, обладает очень высоким машиностроительным потенциалом, то есть это очень развитая в этом направлении страна, только бы загрузить бы эти производственные мощности все и использовать их с умом. Специалисты данной компании «Аурком» принимали активное участие в создании самого высокого небоскреба. Вы знаете, «Бурж-Халифа», по-моему, он так называется, или «Бурж-Халифа». То есть это очень высокий уровень специалисты, и данная компания будет тесно сотрудничать с нашей по внедрению технологий на территории австралийского континента. И обычно мы на презентации говорили про то, что в средствах массовой информации все чаще и чаще говорят о технологии Skyway, о юнитском, о струнном транспорте. Действительно, где-то с апреля месяца, практически каждую неделю, а потом еще чаще, чуть ли не через день, различные телевизионные каналы, радиостанции, СМИ в интернете и печатные СМИ посвящали большое количество, скажем так, своих полос, своего места информации о развитии струнного транспорта. И буквально недавно Крис, в принципе, человек, который владеет двумя журналами, занимается, скажем так, специалист в финансовой сфере, на крупном международном банковском форуме в Швейцарии, он проходит, скажем так, для финансистов, для банкиров, посвященном работе банковской системы переводу в SWIFT, вы все знаете такую систему, да, и на этом форуме 3000 экземпляров журнала FinFuture было рождено, и там была статья как раз-таки о струнных технологиях в том числе. То есть, она представлена технологией так, что как интернет в мире транспорта, да. Далее, RGD-партнер, только за время проведения мероприятий в Берлине, 4 дня там ушло мероприятие, трижды посвящал статьи развитию струнного транспорта, после этого еще два раза выпускала статьи на сайте RGD-партнер, по сути дела, может быть, где-то нашего конкурента, да, вот, и буквально свежая информация, то есть интервью с Анатолием Даровичем Емитским, корреспондентом данного издательства, вы можете прочитать, зайдя в разделы новостей. И Тутбай, это, скажем так, сервис, интернет-платформа, да, интернет-портал, такой же, как Яндекс.Ру, такой же, как Мейл.Ру, перед выставкой «Транспорт и логистика-2016» тоже написал на своих страницах информацию о том, что на территории Беларуси есть предприятие струнной технологии, которое развивает идею Skyway и принимало участие в выставке в Берлине и будет участвовать в транспортной выставке на территории Беларуси. Итак, друзья, я сейчас хочу вам включить еще один ролик, который продемонстрирует вам сегодня визит министра энергетики Республики Беларусь, который посетил стенд нашей компании в Минске на мероприятии, который посвящен экологический и энергетический форум, который сейчас проходит. А потом мы перейдем уже непосредственно к новым пакетам, к инвестиционным предложениям компании Skyway Capital, то есть обсудим изменения дисконта, то есть 5 минут и я вернусь. Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте. Это новая транспортная система, она эстакадного типа, это одно из наших транспортных средств, так называемый, мы назвали ее Unibike, это самое экономичное транспортное средство в мире, колесное. Если перевести электрическую энергию, если это привод в топливо, то на 100 км в пути при скорости 100 км в час 0,7 литра топлива. Причем здесь есть даже привод вело, можно крутить генератор, оплачивать проезд. Скажите, вот затраты, связанные с реализацией всех инфраструктурных частей этого проекта, они соизмеримы, либо значительно ниже, чем то, что у нас есть на сегодняшний день? Ниже, чем то, что есть. Ну, я бы сравнивать всякий эстакадный транспорт со эстакадным. Аналоги, это монорельцевые дороги, по данным элитам подушки, канатные дороги. Если сравнить с монорельцевым транспортом, у нас где-то дешевле 10-15 раз. Инфраструктура и эстакады. Если сравнивать со скоростными же дорогами, где-то 30-40 раз дешевле. При том, что мы можем достичь таких же скоростей, у нас есть разработки, мы скоро уже будем изготавливать подвижный состав и строим дорогу длиной 17 метров, где мы планируем получить скорость в 500 метров в час. То есть это с учетом строительства всей инфраструктуры? Станции самой, дороги, монолей? Да, ну, смотрите, поезд длиной сотни метров. Перрон какой должен быть, пути какие. А у нас транспортно-средство длиной 10 метров. Станция, вот мы построили сейчас пересадочную станцию в БК-технопарке, это возле Марьиной Горки, где-то тестовый участок. Ее размеры 12 на 18 метров. Трухотарное здание. По производительности, потому что там она пересесла с городского на высокоскоростное, это дубайский рапорт. 50 миллионов послуживок в год она может пересадить. Пропустнадцать послуживок. Да. А здание 12 метров. Дубайский рапорт, если бы там километр. То есть там человек поднялся. Да, сел и поехал. У нас нет расписания. Приехал, опустился вниз, там какие-то лифты. Для инвалидов, да. Кто-то, подняться на этаж это несложно. Поэтому инфраструктура дешевая, дорога дешевая, подвижной состав дешевый. У нас по энергетической части очень много наухов. У нас же рекуперация энергии, у нас свое энергообеспечение. У нас предлагали мегаполисов, особенно там, где еще не начинали это все. Это та же Россия, может быть, через союзные проекты. Я уже поддержал и сам Георгий в свое время, в 1997 году еще. И поручил Лингу, тогда был премьер-министр, поддержать проект, зафинансировать и так далее. Денег не было, мы год походили и уехали. И фактически мы сейчас выполняем поручение президента. Я нашел, как зафинансировать. Крауд инвестинг, это финансирование толпой, так скажем, да, народом. У нас сейчас около 80 тысяч инвесторов из 82 стран мира. И деньги приходят сюда. Представьте, 82 страны финансируют то, что мы делаем в Белоруссии. И мы сумели это сделать. У нас есть целый ряд адресных проектов, в том числе для Минска, для области. Это же поручение президента построить кольцевую дорогу, ну, растянуть город в область. У вас площадка в Марьной Горке. И первый тостный участок мы уже запускаем на объект области. Может быть, мне предложить премьер-министру, посетить телевице-премьеру. Мы рады, что у нас есть люди, которые способны генерировать идеи, которые могут создавать бизнес, по сути дела, на пустом месте. И это проект направлен не столько на наши внутренние потребности, сколько на весь мир. Поэтому успехов вам, значит, ну и надо работать. Да, мы готовы, мы обеспечим вас электроэнергией в этом объеме, атомно строим. Более того, ведь... Вот такие дела, коллеги. То есть, получается, что... Это важный момент, я считаю, да, что руководство, скажем так, Республики Беларусь, по сути дела ведущие министерства, министерство транспорта, потому что нас на выставке посещал министр транспорта Беларуси, Литвы и Польши, вот, министр энергетики, да, зашли, познакомились и, по сути дела, заручили нас собственной поддержкой. Вот если вы считаете, что это хорошо и плюс, поставьте плюсики в нашем чате. Переходим к компании Skyway Capital. В принципе, то, о чем мы с вами говорим, компания, которая занимается непосредственно привлечением инвестиций, цель нашей компании, да, не обобрать весь мир, а цель профинансировать вот эту стройку, о которой идет речь. Мы сегодня переходим на восьмой этап. На каждом этапе есть определенный перечень работ, которым нужно финансирование. И мы сегодня привлекаем инвестицию, чтобы своевременно это финансирование было оказано, чтобы мы успели построить все три трассы, о которых шла речь, чтобы успели продемонстрировать, что они из себя представляют, да, и сертифицировать данный вид транспорта с целью выхода на мировой транспортный рынок. Задача не просто, скажем так, построить эко-технопарк, а уже посредством этой демонстрации привлекать серьезные структуры, муниципалитеты, городские власти разных стран, да, бизнесменов, у которых, возможно, есть какие-то разработки полезных изменений, ископаемых, или им, как говорится, неизвестно откуда, приходится в тему туракань возить на обогащение какую-то руду, потом ее оттуда тарабанить до порта и, скажем так, погружать в корабли, отправлять куда-нибудь в другую страну. То есть все это можно использовать, благодаря тому, что можно построить дороги непосредственно от месторождения до обогатительной фабрики и дальше до погрузки в порт, потому что вы знаете, что технология SkyWay, точнее технология струнного транспорта, подразумевает еще строительство взлетно-посадочных полос, струнных портов, вынесенных на естественные глубины в акватории морей, океанов, озер, да, мостов, высотных зданий, зданий коттеджного типа. Итак, компания SkyWay Capital. Регистрация прошла в 2014 году в Великобритании, начала свою деятельность в феврале 2015 года, является официальным партнером, вы видели в ролике, да, подписание договора между Евгением Кудряшовым и Анатолием Даровичем Яницким. И мы работаем на той же платформе краудинвестинга, которая позволяет нам привлекать инвестиции от большого количества частных инвесторов, физических лиц. И наша задача как раз-таки обеспечить благоприятные условия каждому отдельно взятому инвестору. И на основе микрофинансирования абсолютно любой человек может стать совладельцем долей компании SkyWay Capital и в будущем получить очень серьезный вид дохода. Либо от продажи пакетов, когда каждая доля будет стоить 1 доллар, предполагаемая цена к 2017 году, да, либо в виде дивидендов, которые будут начисляться каждому, кто сегодня еще успел стать совладельцем технологии от огромного количества адресных проектов, потенциал которых сегодня уже несколько миллиардов долларов США. Конечно же мы обеспечиваем максимальную прозрачность своим действиям, действием то, что можете делать вы, да, и максимально информируем вас обо всем, что происходит в технологии, что происходит в компании SkyWay Capital, какие у нас новости, какие у нас, скажем так, промо-акции, какие пакеты выгодные появились и так далее, и так далее. Мало того, у нас есть служба технической поддержки, отдел информационной поддержки в Москве, в котором работают специалисты с удовольствием, отвечающие на ваши вопросы, помогающие нашим потенциальным инвесторам, да, либо тем, кто уже зарегистрировался, разобраться в информации, что из себя представляет проект, технология, где что найти в личном кабинете, как стать инвестором, какие платежные системы использовать, вплоть до, скажем так, что часто происходит. Это не очень хорошо, но тем не менее, в режиме, скажем, реального времени, в Skype, поделившись экраном, наш менеджер помогает осуществить регистрацию и оплату пакета, выбранного человеком. Лучше бы, конечно, чтобы эти люди делали это сами, либо с помощью своих наставников, которых пригласили в бизнес. Итак, коллеги, пакеты, которые вы видите сейчас на экране, они действуют последние 4 дня. В каком смысле? То есть, цена на пакеты останется прежней, а дисконт, то есть, стоимость каждого пакета от 36 до 350 раз, в зависимости от инвестируемых денег, она будет изменена 18 числа. То есть, сейчас вы видите, от 36 до 350, что будет происходить у нас со вторника, не знаю, хорошо ли вам видно или нет, но в среднем изменение дисконта будет составлять от 20% до немного меньшей величины, до 18-16 на каких-то пакетах и так далее. Сильнее изменится дисконта на пакетах в рассрочку. Сейчас мы с вами это посмотрим. Итак, минимальный дисконт на восьмом этапе будет составлять 30 раз на пакете в 15 долларов. Максимальный с 350 спустится до 300. Когда-то, когда наша компания начала движение по системе краудинвестинга, это было в 2014 году, минимальный дисконт был 250, максимальный 1500. Как я уже говорил, по мере развития проекта он становится все менее венчурным, все менее рискованным, и люди, которые сегодня приходят в проект, скажем так, они рискуют гораздо меньше, чем те, которые начинали движение в 2014 году. Итак, наверху вы видите те пакеты, которые сегодня есть у нас в личном кабинете, в нижней части этого экрана, пакеты, которые будут с восьмого этапа. Вы видите изменения наполнения пакетов. Например, минимальный пакет будет включать не 26 250 тысяч, да? Не 26 250, а 22,5 тысяча акций. Ну, в принципе, значительное снижение. Пакет, который максимальный бизнес, где вы можете покупать в рассрочку по 200 долларов на 9 месяцев, да? У вас была возможность приобрести, выполняя дополнительные условия, 549 тысяч долей нашей компании, то на восьмом этапе это будет составлять 378 тысяч. То есть значительное снижение дисконта. Поэтому, если вы есть и думаете, надо ли вам взять рассрочку сейчас, если вокруг вас есть люди, которые немножко сомневаются, покажите разницу, которые готовы принять решение, сделать шаг, просто покажите, что да, конечно, 200 долларов сегодня и через 5 дней, разницы никакой. А вот когда на выходе это будет, да, посмотри, какое отличие. Это касается пакетов старт, сеньор, стабильный бизнес. У нас есть пакеты, которые можно покупать в рассрочке, у них очень высокий номинал, как некоторые считают, на территории стран СНГ. Эти пакеты были введены по просьбе наших партнеров из стран Центральной, Восточной, Западной Европы. 500 долларов, 1000, 2500, 5000 долларов ежемесячно. Здесь тоже сильно меняется дисконт. То есть если вы за 500 долларов ежемесячно могли, скажем так, приобрести в итоге 1,350,000 долей компании, то на восьмом этапе это будет 1,150,000. Все равно это будет выгодно. Я просто говорю сейчас в сравнении с тем, что есть у нас сейчас и как это изменится через 4 дня. Далее. На максимальном пакете вы видите, если люди готовы платить 10 месяцев подряд по 5,000 долларов, на выходе разница более 2,000,000. То есть это уже серьезно. 2,000,000 долларов в итоге. Есть пакеты Малыш и Студент, к которым, я думаю, многие из вас уже привыкли. Это пакеты, которые вы можете оформить на своих несовершеннолетних детей от 0 до 17 лет. Соответственно, здесь дисконт тоже снижается. И на пакете Студент, например, с 242,5 тысяч акций вы сможете, если оформить эту рассрочку на восьмом этапе, будет всего 194,000. Малыш фактически меняется на 20%. 100,000 и 80,000. Поэтому опять же взвешивайте свои возможности, свои желания. У нас появляется новый пакет под названием Бизнес Старт. Это тоже рассрочка на 1 месяц. Первый месяц вы платите 300 долларов, второй месяц 300 долларов. В итоге за 600 долларов вы получаете пакет в 75,000 акций. Если вы сразу принимаете решение оплатить 600 долларов двумя платежами в течение одного дня, в течение одних суток, вам дополнительно к 75,000 будет начислено еще 24,000 акций для компании. То есть фактически это 99,000. Это то, что будет у нас с вторника. Далее, пакеты, которые можно приобретать разовым платежом с большим номиналом от 5 до 50,000, с возможностью высадки деревьев на территории Котехнопарка, эксклюзивных деревьев, редкой породы, тоже значительно меняется дисконт. Если пакет стоимостью за 5,000 долларов с дисконтом 280,000, то он станет дисконтом 240,000. С 325 до 265 будет снижен дисконт на пакете 10,000 долларов США. Соответственно, на максимальном пакете, где был дисконт 335, он станет 290. И опять же, разница идет уже там миллионы штук. Снижение в среднем, ну где-то процентов на 15 на большом пакете. Далее, пакеты, которые можно приобретать с бонусного счета. Вы знаете, что у нас есть партнерская программа, позволяющая вам получать начисления на бонусный счет и еще на акционный счет. Вот пока по акционному счету точной информации дать вам сегодня не могу на презентации. Но бонусные пакеты будут выглядеть именно так. Это те деньги, которые вы получаете при построении партнерской структуры. И с разных уровней вашей партнерской структуры вам идут разные начисления. Мы завтра об этом будем говорить в 13 часов по Москве на вебинаре по партнерской программе. Так вот, минимальный пакет, который стоил 250 долларов, у него дисконт был 161, станет 121. Соответственно, будет не 40,000, а 36,000 долей компании, которые вы можете приобрести. Пакет, который стоил 400 долларов, с 90,000 будет снижен до 52,800, почти в два раза. Пакет, который в себя включал 250 долларов, извините, 1000 долларов оплаты, тоже будет значительно снижен, хотя здесь может быть немножко меньше. Видите, на 45,000 акций в нем будет меньше. И, соответственно, пакет, который стоил 1800, да, с бонусного счета, тоже очень значительно снижается дисконт, фактически, скажем так, с 316 до 231, ну, более чем на 100,000 акций будет меньше с восьмого этапа. У нас начинают действовать снова пакеты на транс. В привычном виде, на восьмом этапе, начиная с июня, можно было делать 4 оплаты и получить более миллиона долей нашей компании. Каждый раз, каждая покупка не позднее, чем через месяц после предыдущей. И дисконт начинался с 235, заканчивался 300,000, да? Ой, извините, 300,000. Сейчас он начинает со 150,000, первый пакет дисконт, то есть 150,000 акций. Далее, второй платеж, это 200,000 и третий, 250,000. То есть три платежа, не позднее, чем через месяц после каждого. Три пакета, которые начнут действовать на восьмом этапе, они, наверное, важны и большой плюс для людей, которые стали нашими инвесторами давно, начиная с первого дня действия компании Skyway Capital. И у них на счету, например, имеется какое-то количество акций. Мультипликатор называют. 1, 2 и 3. То есть это рассрочка на 10 месяцев, 100 долларов в месяц, 250 долларов в месяц и 500. По окончании данной рассрочки вам начисляется либо 140,000, либо 475,000, либо 1,150,000 долей компании на ваш счет, то есть оформляет сертификат. И у вас уже в личном кабинете есть какие-то доли компании, у кого-то 100,000, у кого-то 200,000, у кого-то миллион. То есть эти цифры складываются с теми, что есть в вашем личном кабинете, и на премиальный счет начисляется либо 1%, если вы взяли первый пакет, либо 2% от общей суммы, либо 3%. Это очень выгодные пакеты для тех, кто инвестирует давно. И у нас сохраняется партнерская программа, которая позволяет вам зарабатывать деньги уже сейчас, не дожидаясь выхода группы компании Skyway на дровой, транспортный и инвестиционный рынок. С минимальной суммой 15 долларов инвестиций вы можете стать крупным инвестором нашего проекта, иметь большой пакет и портфель инвестиций компании Skyway, группы компании Skyway. Партнерская программа позволяет вам получать до 20% от привлекаемых инвестиций, вплоть до 24 уровня вы можете получать от 0,1% до 7%. Вас никто не ограничивает в количестве тех людей, которые вы можете пригласить в наш проект, сделать их счастливее, финансовое обеспечение, еще, скажем так, получить деньги за то, что вы делаете с удовольствием. И бонусное вознаграждение у нас по партнерской программе начисляется на бонусный счет, который вы можете вводить деньги, использовать на свои повседневные нужды, либо купить вот те выгодные пакеты с хорошим дисконтом, с бонусного счета. Акционный счет на сегодня пока получает половину суммы, которая приходит на бонусный счет. Будет ли изменена цифра на акционном счете, мы узнаем в ближайшее время. Может быть даже завтра. У нас есть инструменты внутри личного кабинета каждого партнера для развития партнерской программы. План вознаграждения, реферальные ссылки, баннеры, которые вы можете устанавливать на своей интернет-странице, они будут привлекать 24 часа в сутки ваших партнеров потенциальных, а потом и реальных из разных концов земного шара. У нас есть раздел новостей, в котором есть новости, к ним прикреплена ваша реферальная ссылка. Эти новости можете размещать в соцсетях и таким образом тоже получать потенциальных партнеров и реальных партнеров в бизнесе, инвесторов в наш проект. Инструментов у нас достаточно. У нас есть онлайн-мероприятие, которое проходит каждый день. И вот сейчас, буквально через 13 минут после меня, будет Владимир Маслов рассказывать о юридических аспектах сотрудничества с нашей компанией. Вебинары по партнерской программе. Вебинары, обучающие целого ряда лидеров, которые строят структуры, на целом ряде европейских языков. То есть, всю эту информацию вы можете найти в разделе расписания вебинаров, в разделе событий внутриличного кабинета. Также различные промо-акции тоже у нас относятся к инструментам развития бизнеса. И в принципе, то, что я вам сейчас рассказывал, действительно, это отличная возможность в жизни каждого из вас принять участие в крупном инвестиционном инновационном проекте. Проект, который сейчас похож на то, что происходило в конце 70-х годов в то время с маленькими IT-компаниями, компьютерными компаниями, такими как Dell Computers, сейчас это монстр компьютерного рынка, Apple, Microsoft. То есть, те люди, которые поверили Стиву Джобсу, Биллу Гейтсу, вложили свои денежные средства в развитие их компаний, то есть, программы, устройства, которые они выпускают, сегодня стали мультимиллионерами, миллиардерами. Емкость транспортного рынка, о чем мы сегодня говорим, гораздо больше, чем емкость рынка IT-технологий. Сегодня вы можете стать совладельцами компании, перспективы развития которой озвучил генеральный конструктор струнных технологий 30-50% мирового транспортного рынка в ближайшие 5-10-15 лет. Соответственно, деньги, которые будут с этого сегмента идти, часть их будет распределяться между теми, кто сегодня стал совладельцем данной технологии, приобрел пакеты далее нашей компании. Поэтому я вам это желаю сделать, дать информацию как можно большему количеству людей. Координаты наши, вы видите, сейчас здесь на слайде, они останутся после того, как я выключусь. В принципе, у меня все. Следующий понедельник будет, наверное, последняя презентация, в которой можно будет видеть дисконт седьмого этапа. Она у нас состоится в 17 часов, еще будет немножко времени после нее, чтобы сделать инвестицию вам самому или кому-то из вашей структуры. 23.55 будет тугой пересчет, мы перейдем на восьмой этап. В принципе, это хороший переход, я вас всех с этим поздравляю. Хочу вам сказать спасибо за то, что были сегодня на вебинаре, постарался провести его динамично, не затягивать, дать последнюю информацию. И хорошего вам вечера, хочу пожелать. До новых встреч завтра, если будете на вебинаре по партнерской программе. Касаемо телефона 8800, сейчас не готов ответить, потому что мне эту информацию никто не давал, и я этих решений не принимаю. Поэтому вот такая ситуация. Звоните с сайта, звоните из личного кабинета, нажимайте кнопку «Позвонить сайта», и специалисты нашего отдела документационной поддержки вам ответят на звонок и помогут, проконсультируют вас в ваших вопросах. Это все очень просто, даже 8800 не надо набирать. У меня на этом все, до новых встреч, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok